Привет, ребята, это Илья Икямсев, подкаст «Мята-мята». Когда-то этот подкаст был про комедию, сегодня тоже я немного скажу. И сейчас этот подкаст, по-моему, про разрушение мира и про то, как один сорокалетний мужик пытается справиться с не такими уж плохими обстоятельствами его жизни. Коронавирус идёт и идёт, я не знаю, куда это всё идёт, потому что с каждым днём всё хуже и хуже. Сегодня фьючерсы на нефть, вот я записываю эту ночью, показали отрицательные проценты, то есть её никто покупать не хочет. Это не значит, нефть стоит ноль, это значит, что нет покупателей на неё. И всё остановилось, никто никуда не ездит, нефть особо не нужна. Это значит, что в России цены на бензин поднимутся, потому что с кого берут налоги. Если не удаётся хорошо продавать нефть наружу, это, естественно, обычный русский человек, к которому все запихивают, собственно, свои убытки. В том числе наше дорогое правительство, которое берёт больше половины цены бензина себе. Для меня удивительным моментом были события в Яндекс.Навигаторе. То есть, понимаете, я не просто беру какое-то место географическое, я беру уже инструмент. То есть протесты в Яндекс.Навигаторе. Люди просто зашли в Яндекс.Навигатор, поставили там вот эти сообщения прямо на площадях рядом с какими-то администрациями своих городов и написали, мы хотим что-то там. Ну, то есть уходите, помогите, сделайте что-нибудь, мы возмущены. Яндекс, естественно, потёр это всё. Но он потёр всё, кроме нормальных извещений о дорогах. Его понятно, потому что не для того этот инструмент проектировался. Хотя каждый раз, когда ты используешь любой продукт в другом виде, это анекдот и, в принципе, означает популярность продуктов. Почему-то не в гугл-картах собрались эти люди. Но мне очень понравилась сама концепция виртуального протеста с обозначением места. Понимаете, мы все сейчас очень сильно говорим, что это всё не связано и всё, что в виртуальном мире не влияет никак на реальный, но на самом деле влияет и напрямую. И это очень классный способ обозначить себя в пространстве. И, ребят, я на самом деле здесь. Я очень много думал об этом. Мне кажется, что мы немножко не понимаем, что когда при помощи карт, тех же гугл-карт, мы сейчас везде. То есть я могу спокойно побывать в любом месте, не в полном, конечно, спектре ощущений, типа я там до сих пор не чувствую запах или не могу чувствовать через интернет. Но я вполне очень сильно, 90% моих ощущений, я могу быть где-то. Очень странное у меня чувство после этих протестов. Я посмотрел на протесты в Владикавказе, которые начались с того, что там чувака, который отрицал существование вируса за фейк-новости, посадили в тюрьму. И, ну, в общем, ну не в тюрьму, я так понимаю, куда-то забрали, пока рано говорить о том, что произошло. И люди вышли, и требование сменилось. Ну и там во Владикавказе, я так понимаю, что ментам не с руки драться с людьми, потому что, ну, там могут и побить. И побить напрямую, просто найти человека. Соответственно, они не стали ничего делать. Очень сложная ситуация. Я прям не знаю, куда она приведет. Просто смотрю с некоторой грустью, потому что именно вот эти симптомы... Я уже потом читал, что случилось там с моим детством. Мне нравился тогда развал, потому что я не зарабатывал денег, у меня не было планов на жизнь. И для меня 90-е годы, вот конец 80-х, начало 90-х, было просто каким-то очень интересным временем. Родители, слава богу, кормили меня, и дай бог им здоровья. Но я вот сейчас смотрю на это и вспоминаю прям по картине то же самое. И вот эти вот бессмысленные битвы и люди, которые, ну, переходят на их же сторону, потому что те же проблемы-то у ментов. Просто им еще приходится, ну, в общем, бить людей, с которыми они живут рядом, и с теми же проблемами. То есть одни-одни и те же на всех. Очень странная ситуация. У меня в семье тоже сегодня вдруг жена осознала, что мы никуда летом не поедем. У нее было прям расстройство, потому что мы уже купили место проживания. Хотели поехать в Абхазию, а там, ну, с медициной хуже, чем везде вообще, наверное. И ехать куда-то сейчас уже явно... Ну, никто ничего не держит, никакой коронавирус никто не сдержал, это понятно. И совершенно бессмысленно передвигаться. Мы полностью заперлись. Я уже давно из дома не выходил. Очень трудно, надо... Все время надо думать, что делать с семьей, с детьми. Вся прошлая неделя прошла в этом. В общем, у меня не очень много новостей. Это будет по большей части подкаст о том, как я надел рубашку, потому что мне некуда носить новую рубашку. Я вот ее ношу к вам в эфир. В прошлый раз записывал видеообзор на концерт Луи Си Кей в новой рубашке. Сейчас я записываю подкаст Мята-Мята в другой новой рубашке. Вот и выгулил два раза за полгода. Идеальный вариант. Не знаю, мне очень трудно, потому что мне 40, мне нужно принимать очень много решений относительно того, что делать вообще. То есть я раньше очень смеялся над анекдотом, где плывет на лодке Чукча с женой. Чукча сидит на носу, жена гребет. Ему с берега кричат, Чукча, а что ты не гребешь? Он говорит, грести-то легко. Чукча о будущем думает. Сейчас я что-то понял этот анекдот. Грести, ребят, легко. Когда есть весла, лодка и понятно, куда грести. Это я вам честно скажу. В общем, сейчас я очень активно занялся изучением английского языка, подтянул все свои сертификаты, внимательно смотрю будущее, которого при любых условиях, вот конкретно здесь, меньше, чем в западных странах. При любых. Не знаю, что будет. Из моей жизни полностью исчез стендап. Я до сих пор вижу, что стендап-комики пытаются делать открытые микрофоны. У некоторых даже в зуме, некоторые даже дают донаты. Но, господи, как это напоминает круг психологической поддержки. Мне он не сильно нужен. Ну, по той причине, что я давно уже не вхожу ни в какое сообщество комиков. Писать у меня тоже ни о чем не получается. Скорее всего, я запущу какую-то программу прямо на этой неделе, потому что ничего не делать совсем уж плохо. Я имею в виду относительно вот этих вот вещей. Но и говорить мне особо не о чем. Кроме того, что как взрослый человек, в любой непонятной ситуации покупай доллары. Вот и весь совет, который я выучил за 30 лет своей жизни в России, осознанной жизни. Хер знает. Не знаю, что еще сказать. Кошка очнулась после операции. Ну, вот и неделя прошла. На этом все, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok